Таня, я нашим госпиталом работаю. Прямо у подъезда, да? Да. А кто-нибудь пострадал? Ну, мы не в курсе, мы тут работаем. Это банка, да? Вот оно. Ну, вот ты его и тянешь. Да, но это другой был. Это вообще... Что произошло, когда это было? Это было в пятницу в 19.55. Взрыв был. Вот здесь вот боеприпас взорвался в палисаднике, там уже забросали. Значит, выбило окна, разбило котел отопительный. В комнатах побило там много. Вот. Мы просто женой чудом остались живы. Потому что случайно пошли в спальню. Как бывший военный, думаю, что это мина была. Потому что она написанная. Минометная обстрелка, да? Минометная обстрелка, да? Минометная обстрелка. Минометная, да. Осколок. Потому что осколков очень много. Вчера у нас целый день стрельба была. С утра и до вечера. Я никуда не ходил, но так слышал, что стрельба была очень... Сегодня затише? Да, сегодня тихо. Пока тихо. Занимался спортом, пробежку делал вокруг микрорайона. И где-то в полдевятого попал под обстрел. Первый раз. Метров четырех взорвалось. Мне бросило взрывной волной. Ну, общупал. Вроде целый. Побежал прятаться в девятиедажный дом в арку. И буквально через две минуты второй взрыв во дворе этого дома. И осколок вылетел. Перебил ногу в двух местах. Ну, позвонил на 103. Ребята подъехали на ополченцы. На скорой. И забрали, привезли меня сюда. Два человека, а вот воронка, взорвавшиеся боеприпасы. Здесь двое человек были. Скажите, что произошло, когда это было? Это было вчера вечером в шесть часов. В районе универсала. Мы шли с молодым человеком. И начали бомбить. Прям снаряды недалеко падать. Мы решили забежать в подъезд. Забежали в подъезд. Как раз мама говорила по телефону. И осколка у меня в телефон попала. Вот видите. И фалангу оторвала. Молодой человек вообще две ноги пробил. Но сквозь. Если бы не телефон, не знаю. Осколок бы прошел. Летом вот такое было. Потом более-менее как с осени подутихло. И вот. Наверное даже хуже, чем было вчера. Хуже, чем летом. Столько жертв. Обстрел начался с 8 утра. И ночью наверно закончился. Центр так, по крайней мере, не обстреливали. Окраины, да. Я жила на окраине, на Бессарабке. На 6-7. Там каждый день идут бои. А сейчас в центру уже бьют. А сейчас по центру стали. Так сильно не били. Много бомбили вчера? Да. Целый день. Ну страшно было, не? Да, страшно, конечно. Но уже более привыкли. Два миномета. Реально, наверное. Не знаю. А мне кажется, что миномет. Клит тоже, что садится. Вы из храма домой вернулись, а тут такое, да? Да, ну дочь позвонила, говорит, в ваш дом попало, но мы пешком, уже не ходил транспорт, поэтому мы пешком пришли, это где-то километра три с половиной от центрального храма, и вот это все застали. Мы сейчас поднялись, пришли посмотрели, ну мы в шоке, ну что они твари делают, что они делают, куда они бомбят? И опять же говорят по-украинскому, ополченцы стреляют сами по себе. Ну можно вот так делать? Ну как, внук учится, и я, стреляйте, пожалуйста, убейте его. Вот я сама россиянка, я поражаюсь, я поражаюсь, я приехала сюда, я поражаюсь, пусть он сдохнет, пусть он будет проклят, ему Путин в четверг отправил официальное письмо, прекратить огонь, прекратить, и он его прекратил. Пять бомб упал, авиадар, это разве можно так? Ну у меня слов нет, пусть они будут прокляты все, и Яценюк, и Тягнебок, и Кличко, и Порошенко, весь их род, дети, родственники, близкие, родные. Пусть они сидят в подвалах, как он президент заявил такое, ваши дети будут сидеть в подвалах. Нет, тварь, твои будут сидеть. Вы просто шли по улице, в магазин? Нет, я просто вышла с дома, когда начали бахать, или как-то, надо отпускать снаряды. Побежали в подвалах, сын успел с мамой, и нет. Хранение ноги? Ну да, все раздроблено, разбинтовать больше не надо. Пальцы на спицах, доктор пытается спасти, но что там, пятка там вся, мелкие, скорые, то есть как бы там ничего, пятки остались. Вот, как мне жить? У меня сына надо на ноги поднимать. Надо замерять, что надо. Это хорошо, хоть в больнице сейчас бесплатно лечение дают. Лежала на кровати, разбухнула, как вот сейчас. Я начала одеваться. Колгатина в ней была. Спортивная натянула, сумка там стояла, с чем, с документами. Этонометр, она всегда там. Ну я бы ее не взяла. И только потянулась, видать, мобильный лежал, наверное, на тумбочке. Вот этой рукой делала. И повернулась я сюда, что-то взять, одеться, наверное. Смотрю, она мне что-то не помогает. Смотрю, она у меня вот так вот висит на шкурке, перебитая. И кровь вынула. Я выскочила, полотенце висело там. Ну хорошо сосед был мой. Я говорю, Славик, он тоже бежал. Славик, снимай ремень, притягивай жгутом. Она очень ремнем с ним. Показала, где перетянуть. Он хорошо перетянул за меня. И эту сумку он схватил мне. Вот это, а в каких выбежал. Вот, поляком. Мне одеться не во что. Вот дали ему булку. То все в крови. Мне даже одеться не во что. Это библиотека, да? Да. Так это уже убрано. Мы в подвале дома сидели с 9 утра до 3 дня. А много ребят сейчас в школе осталось? Много народа разъехалось? Я не знаю. Мы в среду только узнаем. Мы пока созваниваемся. То есть у вас до этого еще занятий не было? У нас каникулы. Сегодня мы должны были с каникулы. Горловку бомбили с 7 утра до 8 вечера. Украинская армия не стеснялась в калибрах и в количестве снарядов. Цели не выбирали. Снаряды падали на детских площадках, в больницах, в школах. Это 65-я гимназия «Триумф». Сюда попали три снаряда, пробив крышу. Пока мы снимали в этой школе, начался новый обстрел горлов. Слышна крупнокалиберная артиллерия и запуски установок «Град». Приятного аппетита. Подожди, кто скучал себе. Разушка, кто собак. Продолжение следует...